рад приветствовать на канале телеграммер павел дуров продолжает бороться с властями сша за запуск грамм сама валюта обесценит доллар и убьет биткоин а наш любимый телеграм вообще перестанет быть просто мессенджером в связи с развитием блокчейн платформы тонн в общем о последних новостях аграм борьбе телеграма с властями сша и когда же наконец-то состоится суд и вынесение приговора и я расскажу дальше средине ноября пришли вести о том что телеграм группы инкарварейшн требует прекратить слушание поиску сек юристы компании стоят на том что грамм не является ценной бумагой а будет валютой или товаром при этом ранее комиссия по ценным бумагам и биржам отвергла такой аргумент сек настаивает на применении законодательства о ценных бумагах грамм честно говоря это конечно звучит крайне оптимистично и в это очень хотелось бы верить но есть большое сомнение что телеграмм досрочно прекратит разбирательство сек потому что если это удастся победа создаст прецедент для будущих крипто проектов что нанесет удар по финансовой системе напомню 11 октября комиссия по ценным бумагам и биржам сша подала иск к телеграмм группы инкорпорейшн об этой неприятной новости я рассказывал ранее на канале если хочешь узнать как все было и какие основные претензии ссылка на видео будет в описании а также появится в подсказках прямо сейчас и вот 26 ноября стало известно что основателя телеграм и двух его коллег вызовут в суд для дачи показаний по делу против сек вот как выглядит календарь 7 и 8 января состоится суд для павла дурова 16 декабря уже допросили илью перекопского который отвечает за развитие бизнеса а 10 декабря сотрудника по имени шиям парих ранее о нем не было к сожалению известно собственно первые встречи с судом прошли но увы пока известий никаких в тот же день 26 ноября паша дуров написал длинный пост у себя на канале о ситуации вокруг грамм и иска в суде сша для начала стоит отметить что основатель телеграм давно известен свободолюбимым нравом который имеет много общего со взглядами криптовалют стремление к уменьшению контроля со стороны финансовых регуляторов и сопротивление существующему порядку это очень в духе криптовалют и в последнее время произошли некие перемены в сторону сотрудничества с государствами причина проста невозможно делать бизнес а telegram open network все же бизнес в условиях бесконечной вражды с властями дуров все еще показывает что анонимность 99 и 9 процентов пользователей может быть важнее опасности от нуля и одного процента при этом важно создать структуру которая позволит существовать свободной экономике но не даст зеленый свет отмыванию денег будет ли создаваться что-то подобное и какие дальше отношения сложится у павла и властей мы не знаем пока остается лишь ждать и надеяться что у него действительно что-то получится ну а перед тем как я пойду дальше хочу напомнить о подписке на канал если ты еще не с нами время все изменить в лучшую сторону и никогда не пропускать свежие новости о телеграме и его будущей криптовалюте 9 декабря появились еще одни свеженькие новости которые могут быть крайне критичны для телеграма официальная версия закрытого айзи от он состоит в том что собранных 1 из 7 миллиарда долларов более чем достаточно для разработки проекта так нам говорили и не было причин в это не верить но комиссия по ценным бумагам сша утверждает что токен и грамм изначально планировалось продавать только в закрытом формате при сио и инвесторам обещали заработок после выхода грамм на бирже так как сама компания телеграм не будет ничего продавать данные сведения сэк получила ссылаясь на записи разговоров звонков и переписки джона хаймана который по информации регулятора принимал активное участие в оси телеграм законность подобных доказательств вызывает большие сомнения поэтому в суде хотят допросить джона хаймана и информация об этом и его переписки попала в сми инвесторам изначально предлагали многократно умножить свои вложения однако никто не давал гарантий из-за формирующегося рынка настоящие проблемы телеграм могут возникнуть если сведения от сэк будут приняты судом а потом ассоциация защищающая авторские права в интернете подлила масло в огонь и таки обратилась в сэк с жалобой на телеграм они просят проанализировать риски инвесторов связанные с легализации отмыванием доходов добытых преступным путем в данном случае имеется ввиду что тон станет площадкой для монетизируемого пиратского контента какое ассоциации по защите авторских прав вообще дело до рисков инвесторов телеграм вопрос риторический но отчасти а запи правы ассоциация представляет интересы крупных издательств многие книги таких издательств бесплатно скачать нельзя однако телеграм портит всю малину и снижает прибыль за счет свободного распространения информации а вот почему грамм может убить биткоин я расскажу через секунду но сначала напомню о твоем лайки который так нужен этому ролику понравился видос ставь палец вверх биткоин то падает то вновь растет с грамм такого не ожидается из-за тон резерв и алгоритмов которые не позволят цене подняться или опуститься слишком сильно и слишком резко вкратце о сути этих алгоритмов если на рынке слишком много предложений о продаже и цена слишком низкая за счет резервного фонда они будут выкупаться как и в случае слишком высокой цены фонд поможет снизить ее официальная манипуляция казалось бы а нет всего лишь способ приблизить грамм к стейблкой ну который будет привязан к какому либо значительно устойчивому по стоимости активу сможет ли таким образом грамм быть круче биткоина покажет лишь время ведь криптовалюта еще даже не запущена и вот тут у меня вопрос к себе ожидаешь ли ты дорогой зритель запуск блокчейн платформы тон мне кажется это будет волнительное событие если все удастся а на этом у меня сегодня все спасибо за просмотр это канал телеграмер подписывайся и будь на волне тренда а